Этих мальчишек и девчонок школьниками уже не назовёшь. Теперь они кадеты казачьего класса. На плечах погоны, в расписании, кроме традиционных школьных предметов, есть этикет и история казачества, и строевая подготовка, и даже бальные танцы. У меня папа казак, и я хочу быть так же, как и он. Я испытываю гордость, что я имею право называться казачкой кадетом, ношу погоны, то, что вообще учусь в таком классе. В школе номер два села Казаки Елецкого района три кадетских класса. Первый создали в 2014 году. Инициаторами стали местные казаки, чтобы растить себе достойную смену. Начинание поддержали районные власти. Мы имеем намерение с Божьей помощью, конечно, создать здесь казачий кадетский корпус, поскольку сегодня уже есть в стране казачий университет, который работает в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, что необходимо сегодня для работы на земле. Поэтому мы все это увязываем воедино и понимаем, что это даст однозначно толчок в велике развитию сельских территорий. На примере села Казаки. Посмотреть, как в Елецком районе со школьной скамьи воспитывают казаков, приехал председатель казачьей партии Российской Федерации Николай Константинов. Ребятам он пожелал успехов и отметил, что казачество для молодого поколения – это не просто экскурс в историю, это сохранение традиций, семьи, веры, нравственности, патриотизма. Чем больше будет казачьих классов, чем больше детишки будут изучать историю казачества, чем больше будут воспринимать и сохранять традиции, тем крепче будет наше государство. То, что здесь, в селе Казаки, этим занимаются сами жители и потомки тех казаков, которые были здесь еще 500 лет назад и 600 лет назад, это очень радует. Значит, будет жить наша страна. Сегодня казачество возрождается в разных регионах. В Липецкой области таких территорий несколько. Например, казачьи классы есть еще в Грязинском районе. У нас сегодня, вы видите, и поклонные кресты устанавливаются казаками. У нас сегодня казаками совместно с администрацией Грязинского района построен казачий храм. У нас сегодня развивается хорошо казачество в Лебедянском районе, в самом городе Липецке. Вот сегодня Елецкий район мы посмотрели. Поэтому здесь нельзя делать каких-то нажимов, палку никакую перегибать нельзя. Вот сегодня развивается казачье движение таким образом, насколько этого хотят сами казаки. Традиционными в Липецкой области стали казачьи фестивали. Например, казачья застава под Ельцом ежегодно собирает гостей из разных регионов страны. А в финале национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards фестиваль занял второе место в номинации «Лучшие события в области культуры». Ольга Бугакова, Дмитрий Кузнецов, Липецкое время, Елецкий район.